Лишь один раз в год учителя разрешают своим воспитанникам лазать по высоким лестницам на уровень второго этажа. Причем сами отбирают желающих показать свою скорость и ловкость. Соревнования по пожарно-спасательному спорту допускают немногих. У нас этим занимается в основном учитель физкультуры, то есть она подбирает команду. В команде обычно, то есть, например, надо 6 человек, у нас бывает больше 20 человек. И там между ними идет соревнование, то есть кто там лучше выступит, какие-то она им дает задания. И после этого уже выбирается самый лучший. Я лично первый раз принимаю участие в таких соревнованиях. Ребята, больше половины нашей команды тоже первый раз принимают участие. Но принцип подбора команды был такой, что учитель физкультуры помог нам в самых быстрых и ловких. Больше всего на площадке перед пожарной частью, как и положено, мальчишек. Самые младшие – пятиклассники. Они проходят только один из видов соревнований – подъем по учебной башне. Я еще принимал в позапрошлом году. Я бегал только там, на лестнице, а потом только смотрел. А вот сейчас уже подрос, стал старше и уже с рукава поливал. Стать старше на два года мечтает каждый 10-летний мальчишка. Ведь только старшеклассникам разрешено сбить струей воды шарик. А точнее провести боевое развертывание от пожарного крана. Мне кажется, самое интересное – это стрелять по мячикам водой. Ну, как бы интересно, захватывающе. Лазишь там, ну, работаешь как настоящий пожарник. Давай быстрее! Выравнивай! Давай, 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 давай! Давай, бабуля, воды там! Быстрее, выручай! Почувствовать себя настоящим пожарным в этом году захотели учащиеся 28 школ округа. И несмотря на дождливую погоду, они хоть и с опозданием, но прибыли на спортивную площадку. Для сравнения, первые соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли 8 лет назад. Тогда между собой состязались всего 4 школы. Для меня лично, как для старшего тренера, да, и я очень и преследую цель, да, подбора, потому что организаторы, в общем-то, не всегда идут на то, чтобы 10-летних приглашать детей, потому что они еще маленькие. Это второй, третий класс. А для меня это очень важно, что именно уже подбор идет детишек. Сборная команда Уссурийска «Добровольный юный пожарный» не раз становилась победительницей соревнований различного уровня. Некоторых спортсменов Валерий Каневский буквально нашел во время таких соревнований. В этот раз отличились ребята из 133-й гимназии и школы села Степное. Они стали первыми в общекомандном зачете. Анна Маринец, Сергей Удовиченко, Телемикс.